Я вступил в мозг, но я вступил уже, когда мне было, я не знаю, 80 с лишним лет. Мозг — это союз художников. Сейчас уже такой роли не играет мозг. Это совсем не то. Совсем не то. Сейчас вступить в мозг, ну, никаких проблем нет. Довольно трудно сейчас говорить, потому что прошло очень много времени. Снимали, да вас снимали тут, попробовали снимать. Разные болезненки. Это все-таки много времени уходит в глубину моей собственной жизни. И здесь вы задаете вопрос, когда я стал художником. Когда я задумал быть художником. Да, это любопытный момент сам по себе. Я думаю, что все это возникло еще, так сказать, мальчиком я был. Ну, мне было, может быть, лет 11-12, когда меня стали интересовать проблемы цвета. Я вдруг начинал понимать, что-то в цвете. Меняется жизнь. Меняется жизнь от цвета. Не вообще она меняется. Она менялась от цвета самой жизни, самого того видения, в котором я жил. Так что, когда я приехал в деревню, это было уже, здесь еще очень важно понять, где я жил. Я жил на Оке, в деревне Прилуки. Деревня была небольшая. И она была, так сказать, была колхозная деревня. На работу ходили мало народу. В общем, отец мой был из зажиточных крестьян. Ну, что такое зажиточный крестьянин? Ну, это была лошадь, была корова, были теленки, были овцы. Вот в этом, собственно говоря, и была зажиточность. Отец строил дом, помогала ему мать, моя где-то в 26-м году они закончили новый дом. И тогда отцу отец переехал в старый дом. В старый дом, который существует до сих пор. Он довольно интересный дом, очень интересный. Значит, отец мой, получив этот самый дом, таким образом мы стали жить в этом доме. В старом доме, двухэтажный дом. Низ был каменный, а вверх был деревянный. Дом был большой. Да, вопросы ваши непростые, поэтому надо как бы тут напрягать память, как все это произошло. Я стал интересоваться искусством давно. Ну, как бы не имея никаких преподавателей, и большую роль сыграла моя женитьба на Богдановой Ирины Сергеевны. Я однажды видел, как ее отец, врач, Богданов Сергей Ильич. Он ее провожал в студию, куда она ходила. Я в студию никогда не ходил. Я познакомился с Соколовым Петром Ефимовичем. Это очень важное знакомство было. Мне тогда было лет... Ну, сейчас как-то трудно даже исполнить, сколько мне было лет. Это было в 42-м году, когда я познакомился с Соколовым. Я познакомился с ним в Москве. Жил он на Каляевской. И, собственно говоря, первый раз я увидел художника, живого художника. Он пригласил меня домой к себе. Познакомился я с ним в доме Шейкина, отца моего приятеля. И он показал... И это первые мои две работы, которые я сделал. И первая работа моя сделана были... Это Тишинский рынок, куда меня мать послала продать что-то отцовское. Вот я сделал первые работы. Это был Тишинский рынок. И Московский вечер. Когда все было завешано. Были шторы маскировочные. Это было во время войны. Но церковь еле-еле там горел слабый свет. И вот этот вечерний свет церковный, он меня тоже как-то волновал. Я написал вот эти два, две работы. И с этими двумя работами я попадаю к этому Соколову. Сам Соколов, конечно, он учился у Машкова. Это был серьезный очень художник. Который выстраивал, который хотели открывать творческую мастерскую с Малевичем. Ну, им не повезло. Их мастерскую, свободные художественные мастерские, их забрали. Забрали у них. И там открыли мастерскую Ряжского. И когда я пришел с этими этюдами к живому уже художнику, Соколову Петру Ефимовичу, то здесь как раз меня охватило такое состояние, мечта быть художником. Вот как бы начинается с простого, с двух этюдов, которые я сделал. Я просто делал их для себя как мог. И когда я познакомился с Соколовым, он мне стал показывать свой музей. Это 42-й год. В музее, в котором были сосредоточены, он делал музей свой, раскладывал по папкам. Папочки маленькие были. И когда он собирал работы, это были вырезки из газет, журналов. Там хороших, конечно, репродукций не было. Были неважные. И меня особенно тронул кубизм. И вы знаете, когда этот кубизм, когда я вернулся от Соколова, то я во дворе у себя ходил по двору, это во время войны. Я собирал всякие коробки у жильцов. Квадратные. Красил их белый цвет. И в углу мы жили в таком домике. Это надо было показать, этот домик. Домик был очень невзрачный, хотя он находился на Ермолаевском переулке. Рядом с Мосхом. Если Мосх был дом 17, то наш дом был дом 23. Это был деревянный домик. У нас было таких две комнатки. Одна комната была проходная. И вот там я делал свой кубизм. Дело все в том, что у Соколова, возможно, у него и были там воснецов в каких-то папках. У него был свой музей, который складывался из разных репродукций. Репродукции были плохого качества. Это были журналы, как я уже сказал, журналы, газеты и прочее. И вот когда он мне все это показывал, меня очень тронул кубизм. Я у себя, значит, красил эти коробки в белый цвет и на полу выстраивал свой кубизм и писал с натуры. Вот так я... Первые мои работы, собственно, начинаются с кубизма. Кроме тех, которые я сказал, те два этюда, которых я сделал. После знакомства с Соколовым начинается у меня новая жизнь. Вот тогда мне, молодому, очень понравился этот кубизм. Трудно сказать, чем. Вы понимаете, это какая-то была тут... В общем, это как бы ни о чем, но выстроенный кубизм меня тронул. Тронул своей... Ведь это кубизм, русский кубизм. Туда входили очень многие художники. Это не просто кубики. Это еще и более широкий взгляд на вообще проблемы в искусстве. Того времени. Времени уже, так сказать, Соколова Петра Ефимовича. Вот он собирал свой музей, как я вам сказал. И когда он мне показал что-то из этого музея, то меня очень сильно взволновал этот кубизм. Кубизмом занимались очень многие художники русские. Это было видно и у Татлина, это было и видно у многих художников, формалистов, тогда их называли формалисты. Вот этот самый кубизм. Течение, которое... Течение в искусстве оно называлось кубизмом. Оно не просто только кубики. Оно в целом кубизм, входил, так сказать, в новое направление в искусстве. Если мы сейчас будем говорить о искусстве русском, то его надо делить на разные годы. Ну вот так я с Соколовым, когда познакомился, я попал, во-первых, к живому художнику домой. Жили они вообще... Сейчас это невозможно на Каляевской. Жили они где-то... У них была комната вдвоем с Боевой. Она тоже была художницей, училась даже в Париже. Она кончила училище, живое псевоядие, изучество. Но Соколов был, так сказать, главным деятелем в искусстве. Я работал во время войны, я работал на заводе. И на заводе... Ну, на военном заводе. Поэтому, так сказать, как-то к искусству я подошел, связано было с Соколовым очень много. Сейчас вы задаете вопрос, очень сложно выстроить это время. Ну, вот я попадаю к Соколову Петру Ефимовичу. Собственно, с него начинается новый взгляд на искусство. А почему... Сам он был довольно формально устроен для того времени. Хотя он был реалистическим художником, писал натюрморты и пейзажи. Но формализм в нем, так сказать, как-то укоренился. Несколько... Если сейчас посмотреть его работа, то это было более чем очевидно. Вот я к Соколову стал похаживать к Соколову. Показывать ему свои работы. Видеть его работы. Много говорили о искусстве. Собственно говоря, вот рождение как художника, пожалуй, надо начинать именно с Соколова Петра Ефимовича. Это был более серьезный взгляд на Соколова. И когда я приходил к ним домой, то разговоры всегда кончались. всегда начинались и заканчивались вот этими серьезными взглядами на искусство. Я работал на военном заводе. В 1946 году я ухожу с завода. Куда поступать? В Суриковске я думаю уже работал после войны. Только-только начинал. мечтать художнику попасть вообще в Суриковске у меня такого даже не было в мыслях. А в Строгановке там был Кузнецов. Он преподавал. Он преподавал живопись, вел целый класс. Поэтому я поступал в Строгановку. потому что там преподавал Кузнецов. Да, он был знаком с Соколовым. Я думаю, что может быть и были приятельские отношения, потому что я его видел у него дважды. Но это не это только роль сыграло, что я его видел. Большая роль сыграло то, что я встретил куда было идти преподавал. Куда было идти учиться. Но можно было только именно в Строгановку. Кузнецову. Я к Кузнецову не попал. Было чуть-чуть позже. В 1946 году я женился. Жена моя, так сказать, чтобы не со мной быть рядом вместе, она тоже поступила. Она поступила, потому что мать ее работала гинекологом, врачом у Скрифацовского. Были хорошие знакомые. И мать помогла ей как-то определить свою судьбу через... Она... Хотя она бросила. Вначале она бросает искусство, занимается какими-то другими проблемами, поступает в университет, и потом все-таки она попадает в художественный институт. В общем, здесь как-то вот так я думаю, что Соколов сыграл огромную роль для меня. Вы знаете, с самого начала Соколов сыграл большую роль. Я писал пейзажи. Я писал пейзажи с некоторым уклоном в формальную сторону. В тот же кубизм. Кубизм это не только сам кубизм. Это еще направление, которое создавало новое направление. Искусство русское делится авангард. Это десятые годы, а уже после двадцатые, тридцатые годы это уже советское деление искусства. В двадцатых годах одни художники. Авангард тоже собирал костаки. Это десятые годы. В среднем, ну в среднем я бы сказал десятые годы. А дальше искусство начинает делиться на двадцатые, на тридцатые годы. В тридцатых годах уже заканчивается это увлечение новой формой. И люди перестают быть, они становятся более советскими. Я нет, я остаюсь все-таки приверженцем двадцатых годов в среднем. Тогда были выставки. Вот сейчас если мы говорим о выставках, а где проводились вообще выставки в Москве. Сейчас мало кто знает. Выставки в Москве проводились только Кузнецкий дом одиннадцать. Потом откроют чуть выше там Кузнецкий два. Кузнецкий одиннадцать это бывшие товарищи художник. Но на самом деле это здание с таким хорошим верхом стеклянным небольшое здание. Это было единственное место, где проводились художественные выставки. Выставки вообще всей России. А когда была ваша первая выставка? Когда впервые выставили свою работу на всеобщее обожрение? Это все произойдет позднее гораздо. С Рабином я вот эта встреча с Рабином она играла огромную роль для меня. Сам Рабин я с ним познакомился в сорок шестом году. Но уже после Соколова. Рабин собственно говоря Рабин безусловно повлиял на меня. Повлиял уже как новое направление в искусстве. рейтинге. Ну вот так я стал ознакомиться с Рабином. Но больше того, что у меня были жена первая Богданова Ирина Сергеевна, которая была художником и поступила в Суриковский институт. Она его закончила. Я в Суриковский не поступал. вторая жена она была мастеркова. Она тоже была художная. Она еще была молоденькая. Я ее знал по отцу, потому что с отцом я встретился на военном заводе. Он был великолепный лекарщик. Но я несмотря кем кем бы я там не был, я все время искусство не бросал. Я много читал, много рисовал. После 1946 года я боялся показать новые работы. Я стал делать абстракции. Я боялся показывать их Соколову. Соколов меня все время спрашивал, ну что ты делаешь, что ты делаешь? А я как-то так уклончиво ему что-то говорил о том, что я что-то делаю. Ну боялся показать. Ну в конце концов я решился показать ему свои новые работы. Собрал около 10, может 12 абстракций небольшого размера холсты. и пошел к Соколову. Он когда увидел моя работа абстрактной, был конечно сразу удивлен. Это твои работы? Я говорю, да, Петя, мои работы. Не может быть. Ты что так делаешь один или вас таких еще несколько? Я говорю, есть несколько художников. Да, это интересно. Он позавел свою жену Нюра посмотреть, что Володька делает. Абстрактная работа. Вот значит первая работа моя абстрактная они приходятся на 46 год. В это же время я познакомился и с Рабиным. Я подождите, может я что-то забыл? Нет, тут немножко я ошибся. Тут надо поправиться. С Рабиным я все-таки с Рабиным уже с Соколовым действительно это был 42 год, а с Рабиным я познакомился где-то уже я помню его все первые работы которые он делал это было это был ну это был наверное 66 год вот так значит все это время я конечно было все время занимался искусством да с Рабиным я познакомился где-то в 66 году случайно я познакомился с Рабиным но тогда мы все друг друга находили как говорят ощепью и с Вейдбергом я давно был знаком и с другими художниками я очень давно был знаком и вот когда я принес свою работу абстрактную к Соколову Петру Ефимовичу то он был страшно удивлен что я пришел к этим к абстрактным работам это уже был конечно 44 наверное был он умрет он умрет 40 он умрет у меня на руках он умрет в 44 он умрет в 44 году ему будет 82 года Кандинского я увидел это у Костаки только где я мог видеть в музеях его не показывали у нас в запасниках нас туда никто не проводил поэтому только было возможность было увидеть Кандинского и других это в собрании Костаки Георгия Нисича и вот я женился уже после Богдановой мы разошлись даже не помню сейчас по какой причине мы разошлись вы женились на Мастерковой да я женился я ее знал давно девочкой в 43 году я знаком был с ее отцом который работал на заводе таким образом она была талантливая девочка отец ей купил фертопиано Родирикс она играла отец ей делал все поддерживал ее всячески потом потом я женился на этой мастерковой и в 57 году мы увидели работы это был фестиваль молодежи и в 57 году мы увидели выставку которая была парка культура ну тогда в 57 году на фестиваль молодежи привезли довольно много художников в том числе вот на парке культура были отдельные выставки павильоны разные и вот и мы с ней поехали в деревню ехали молча нас так тронуло это и взволновало сильно очень а кого вы увидели а кого вы увидели я не могу сказать кого но то что мы увидели это было важно я сейчас забыл кого именно мы увидели это были молодые художники запада и мы всю дорогу ехали молча и она делает первую свою абстракцию в 57 году а вы я уже прошел некоторые абстрактные абстрактные так сказать состояния я я продолжал писать пейзажи но в 58 году я тоже оставляю все своей работой над пейзажами я стал заниматься вот этим новым искусством почему новым потому что для меня это было конечно очень новое это было вообще для всей страны новое были были отдельные художники которые мы находили ну как говорят случайно там вейдберг ну были как бы скажем там и другие художники которых мы находили я знакомлюсь с Рабином Рабин делает свои первые картины и у Рабина собираются люди он живет за городом он живет в Леонозово отсюда вот мы как бы отношения имеем к Леонозовской группе конечно я работал я работал в издательстве я работал в издательстве вокруг света вообще в издательстве молодая гвардия ну значит какие-то работы были там ну я подрабатывал там хватало на эту жизнь мы же жили довольно скромно никаких роскошств у нас не было ну я рисовал то что там надо было рисовать в журнале я работал вокруг света у Чернецова он был главным художественным редактором вот он меня с удовольствием взял и поддерживал очень поддерживал вот там я немножко зарабатывал деньги так что мы жили с Мастерковой довольно скромно и мы жили в комнате в которой было всего 8 метров да это было трудно подробности рассказывать не хочется потому что работу пребывали на стену описали ее описали ее тахта 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 на которой мы спали ходить было уже некогда близко значит мы ходили по тахте на которой же спали и писали картины писали по очереди то она то я то она то я но я скажем больше работал она тоже подрабатывала тем что она шила чуть-чуть немного шила значит тоже как-то подрабатывала таким образом нам как-то хватало денег на то чтобы мы могли существовать мы привозили к Рабину он жил в Леонозово и Рабин показывал он меня даже спрашивал Володька с кого начинать с себя показывать или с вас да я говорю Аскар как тебе удобно так-то ей показывать Леонозово он жил там он жил в бараке это был такой барак ну в то время это были бараки долго рассказывать каким образом он получает этот барак и там он делал вот приходили люди в субботу и воскресенье приезжали зимой там кто-то катался на лыжах а потом приходили показывали Рабин Рабин работы показывали свои и наши работы ну и некоторых других художников он тоже показывал но в основном там были мастерковы и я на нас тогда очень сильные впечатления произвели вот эти скандинавские художники вы знаете время было непростое я бы не мог современное время назвать простым оно тоже сложное далеко непростое в искусстве вообще нет такой простоты пока ты работаешь пока ты никому ничего не показываешь пока ты живешь так вот один взаперти тобой никто не интересуется и ты никем и тобой ну с тобой никто не интересуется и ты можешь существовать сколько хочешь как только ты начинаешь показывать работы как так сразу на тебя на тебя так сказать такой вообще интерес проявляется у других людей которые хотят увидеть следующие следующие и следующие работы так что мы отвозили работы к Рабину он жил тогда в Леонозово вот в этом самом доме барак ну там таких домов было много но он и показывал наши работы пока власти им все равно было наплевать они так сказать пока ты никто пока ты не показываешь свои работы кому-то это все равно но постепенно постепенно слух доходит и до них скорее всего доходит это не до НК не до КГБшников а доходит до наших художников академиков академики устраивают такие показы своеобразные чтобы нас каким-то образом на заводе серпа молот и на других крупных заводах предприятиях в клубах они показывают работу своей рабочим а потом показывают а вот как вы на это смотрите ну конечно рабочие ясно отвергают наши работы ну просто смотрят как на хулиганство это пока вот это все будет пока это будет вот в таких вот проходить сборищах и наши академики которые как раз использовали нас как отвратительный материал для искусства постепенно постепенно приезжать начинают иностранцы они приезжают тоже в Леонозово мы их не можем принять даже у нас 8 метров куда принимать 8 метров это это очень мало места там или даже были какие-то иностранцы то значит по очереди по два человека входили а кто-то там два ждали своей очереди так что условия были тяжелые а иностранцы приезжали они хотели что-то купить или они просто смотрели да нет они хотели купить они первую очередь они приезжали конечно к Рабину я помню как Рабин волновался когда к нему должен был приехать посол Израиля ну угощать было особенно нечем купили это самое пол-литра зеленую бутылку какой-то колбасы сырку порезали жена Валя порезала гладит его по голове и говорит Валик ну что ты волнуешься он очень волновался перед этим прошел дождик перед входом в дом барак стояла лужа наложил кирпичей чтобы этому было пройти и пригласил меня для поддержки ну я приехал ну а приехал посол Израиля очень симпатичный человек среднего роста привез какой-то с собой закуски выпивки так что мы как-то устроились великолепно провели время Рабер показывал свои работы наши работы но больше он смотрел на Рабина он к нему приехал поэтому он больше смотрел на Рабина купил у него работы добавил ему денег если Рабин просил за свои работы 150 120 то посол давал ему 300 рублей за работу и Рабин конечно вначале отказывался а потом неудобно было отказываться он принял по-моему он купил две работы у него так что вот такая была встреча с иностранцами а что это была за идея бульдозерной выставки что была за идея бульдозерной выставки что это было бульдозерная выставка это довольно любопытный это 1974 год с этого момента может быть этот момент сам по себе сыграл огромную роль огромную почему Оскар говорит Володь что-то надо делать так жить больше нельзя постоянно его вызывает в милицию предлагает ему уехать вообще в Израиль он не собирался никуда уезжать вот я не собираюсь никуда уезжать грубо его выхватывали из дома тащили туда к начальнику отделения милиции его как правило не было и Оскар на это смотрел как-то как издевательство и в общем начинается вот такая травля это уже на государственном уровне пока это все только касается только милиции он сказал что надо делать какую-то выставку что-то надо делать и тогда мы решили сделать эту выставку выставку на пустыре это не пустырь мы согласовывали пустырь мы согласовывали с моссоветом я и глезер ходили в моссовет выясняли можно нельзя но они так вяло говорили мы вам не советуем мы вам не советуем я говорю оскар довольно странно они нам не советуют он говорит ну надо делать и вот когда там появляется такая интересная дама ельская на этом пустыре начале на Стравитянова нас окружают такие молочки уже КГБ и не дает пройти к лесу собственно говоря они такую устраивают Бузу Рухин приезжает из Питера это уже такая была связь с Питером некоторые приезжает Рухин тоже приятель Рабина и тоже у него показывает работу в общем эта выставка нам не дают пройти стали появились бульдозеры бульдозеры стали разгонять публику нас в том числе даже стали наезжать Рабин говорит Володя надо разворачивать работы там где есть возможность надо раскручивать я только начинаю работы свои открывать как нас начинают поливать какой-то грязной водой собственно говоря всех разогнали кого облили вот этой грязной водой работы стали обливать Оскар сын бросился защищать Оскара схватился за бульдозер там такая металлическая металлическая штука какая-то выходит он за нее схватился но в бульдозерах всегда ехали кто-то двоем значит был водитель и второй кто-то ну можно догадываться кто это был в общем эту выставку полностью разогнали взяли в каталажку мы тогда говорили милицию задержали Эльскую задержали еще моих некоторых знакомых Рабина продержали всю ночь мы конечно устроили такой штаб были еще отказники которых никуда не выпускали отказники так называемые но все как бы объединились на квартире у Рабина Рабина нет Рабин когда приходит утром приходит он из этого задержания милицейского и говорит надо мы хотели обратиться к московской общественности чтобы нас как-то задержали поддержали защитили как-то он говорит не надо это все не нужно нужно требовать снова выставку я говорю Аскар это невозможно просто Володя надо требовать снова выставку вы представляете обстановка в которой все это происходило это вот сейчас мы можем говорить с вами а тогда это было довольно трудно это был такой напряженный момент я говорю Аскар какая еще может быть выставка и он тогда произносит такую замечательную фразу они думали что мы мышки а не кошки будет сейчас наоборот мы будем кошками а не будут мышками ну ничего себе КГБ мышки я расскажу что ты говоришь да Володя вот так и надо поступать и надо требовать снова выставку которую они же разогнали вот так возникла бульдозерная проблема это довольно любопытно было такое нервозное состояние было очень нервозное тут и отказники собираются на квартире всю ночь мы обсуждаем что нам делать Грезер приятеля Рабина который говорил у меня две головы одна голова Рабина другая моя собственно начинает думаем что делать Рабина приходит утром его выпустили и он говорит надо требовать новую выставку вот это самая знаменитая фраза кошки мышки она как раз меня удивила очень он говорит теперь они будут мышками а мы будем кошками ну так не удалось же организовать другую выставку выставка нет выставка удалась приехал из Щелоков стояли там где-то вдалеке машины четыре машины с солдатами на всякий случай мы сказали всем желающим кто придет был солнечный был московский день из 12 до 2 как нам сказали вы можете проводить свою выставку где это было в том же Измайлове народу было очень много вот этот день собственно надо считать как новые наступления художников на власть была напряженная обстановка потому что дело все в том что обстановка возникла непряженная очень она так коснулась и нашего правительства да и правительстве например там Суслов говорил что надо изолировать ну посадить иначе говоря художников Брежнев сказал не надо я скоро еду за границу не надо значит таким образом тогда Андропов поручает Гришину поручает Гришину что-то сделать для художников и вот таким образом создается в горком горком был художников туда приходит молодой Ащуулов так сказать руководитель этим горком и создается вот это новое новое течение открывается горком я был в горком потому что где-то надо быть но многие были в горком уже кто-то вступил это уже после выставки после выставки открывается вот этот горком конечно да была эта выставка вот она была два часа как я сказал два часа длилась очень организованно пришли художники много было художников был солнечный московский день а почему если все разрешили как бы показали эту выставку почему после этого началась волна невероятного исхода из России на запад художников вы же тоже уехали на запад насколько я уехал да в германию но я уехал я уехал без того чтобы мне надо было еврейский вызов делать я уехал просто уехал а почему все художники рванули на запад не все художники вообще рванули но многие рванули я просто поехал на запад потому что мне интересно было а как живут на западе художники мне просто интересно было побывать в германии мне позвонил такой галерист Яша Баргера жена у него Кенда у него была своя галерея и мне звонит это Яша и говорит я с вами говорит Яков Баргера вам это ни о чем не говорит мы хотим вас пригласить он же мне сказал хотим вас пригласить на запад я этим воспользовался я говорю Яша тогда вам придется прислать мне вызов они мне присылают вызов тогда это были огромные очереди в Авер помните Авер это огромные были очереди надо было там ходить туда и ночь там дежурить чтобы попасть в Авер чтобы дать пройти дает разрешение выехать на запад на какое-то время ну я еду к Яше он прислал приглашение я еду в Германию а другие художники кто уехал и вообще почему с вашей точки зрения начался такой дело вот в чем дело все в том что многие уехали просто по израильскому вызову как евреи но и не евреи тоже уезжали ко мне приезжает такая Марина из Америки и говорит Владимир Николаевич вы едете как евреи уже я говорю да нет я говорю я не могу сейчас поехать мать болеет дочка что что родилась я говорю я не смогу поехать никак а когда уже позвонил Яша он пригласил я поехал на какое-то время но это время можно было можно было оставаться там но мне уже больше было не надо но и в то же время я довольно долго жил в Германии но я жил уже не как еврея как приглашенный баргерой в свою галерею я вам довольно кратко рассказываю потому что здесь очень много деталей даже важных деталей ну важные детали мне иногда задают вопросы такие же как вы задали а почему карты я я так в общем-то полушутя полусерьезно говорю видимо карты выбрали меня а не я карты потому что так так случилось что я стал заниматься картами я сейчас не могу ответить даже на ваш вопрос почему карты я тогда очень долго рисовал я искал я искал себя надо было найти вообще что делать чем заниматься время так сказать такое время абстракции других направлений оно уже вошло в жизнь хотя и с трудом но все-таки вошло в жизнь я не буду перечислять многих художников которые уже стали как-то объявили себя как личность в искусстве я все время рисовал и однажды я нарисовал карту по-моему и прорисовал к ней вторую карту и первая работа моя были две карты обязательно две шестерка семерка семерка восьмерка девятка шестерка и в основном бубны почему бубны потому что если я сейчас возьму карты то вы увидите вот это конструктивное решение которое там было вот таким образом создаются карты так что карты выбрал не я карты как бы мне говорят когда я отшучиваюсь говорю карты наверное выбрали меня а не я карты вначале я сделал набросок две карты первые мои работы были две карты у некоторых они сохранились эти две работы я даже одну выставлял сейчас я затрудняю сказать что бы я например делал я и сейчас работаю и делаю карты карты появляются но и не карты появляются так что нельзя сказать что я только карты ну понятно что не только просто вот по такому маленькому штриху всегда там были такие моменты самые разные например я поехал к своему брату он был женат на армянке жил в минводах вообще бедно они жили очень бедно очень бедно вот там у него довольно любопытно я приехал туда приехал поезд пришло это вечером поздно вечером уже смеркалось это было зимой я иду как бы найти какой-то свет он сказал что мы живем около завода который делает масло ну вот и все сведения о моем брате было но я приехал в минводы иду туда где-то кого-то спросил где завод масло делают ну говорят вот туда идите ну я так иду иду и в конце концов вижу в каком-то переулке там свет больше больше становится света оказывается свет этот большой свет потому что брат снимал квартиру у какой-то хозяйки в минводах а у него дом загорелся вы понимаете и вот таким образом я прихожу там такой шум растаскивает вещи брат вещи и вдруг жена его говорит Игорь Володька приехал он как бы не верит я говорю Игорь я говорю это я да ну да не может быть чтобы ты был ну уже часть вещей они как бы вынесли от этого пожарича этот столик был там завальный снегом рукой этот стол смахнули ну что было дома на стол выпивка была вот таким образом я появляюсь там почему я об этом заговорил у меня даже в моей книге есть портрет портрет армянина обросший кунаки их называли вот эти кунаки конечно это нелегкие с проломленными носами вот так на бок вот тут какие-то ямы у них потому что постоянные постоянная война с курдами так что я это все видел мы отвлеклись и просто ушли немножко в сторону вот темы когда художники стали все уезжать что происходило у вас в Германии и вообще вот те художники которые уехали зачем они ехали и что они реально увидели там кто уехал вы знаете это целое конечно серьезная тема оправдались ли надежды там судя по Рабину нет хотя Рабин я бы сказал что он становится гораздо мельче пишет сейчас последние так работы не такие как он писал более крупные темы были сейчас он как-то помельчал что такое оказался запад в реальности ну вот Рабин уезжает мы его провожаем одних провожали на вокзале других провожали в Шереметьево на самолет все по-разному уезжали кто как я бы сказал что остается несколько художников которых мы можем говорить это Кабаков это Булатов это Рабин и некоторые другие ну Булатову здесь делают выставку персональную выставку в Манеже Кабакову наверное тоже будут делать в Манеже скорее всего может он не будет выставляться не знаю так что от этого вот от этого состояния о котором вы сейчас говорите что те люди которые уезжали что осталось осталось да действительно это Булатов Кабаков Рабин да знаете на запад надо было просто уехать вообще так сказать тут невыносимо было жить уехать любым любым способом я же вам говорю ко мне пришла эта Мариана с этим с вызовом еврейским я же не еврей русский человек она с этим вызовом вы едете Володя я говорю нет я не поеду мать болела и вообще так сказать дочка родилась я же вам это бы говорил потому что я так остался здесь но запад оказался той манной небесной о которой все мечтали я так думаю что это вопрос более глубокий он и скрытый и не скрытый в каком-то смысле отъезд на запад ведь мы Израиль признали еще жив был Сталин когда Сталин умрет в 1953 году еще так сказать признают 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 они Израиль в запад но в Израиль уезжали евреи огромное количество их принимала Германия давала квартиру и однажды меня в Германии остановил один человек и говорит вы говорите по-русски я шел с своим приятелем можно с вами по-русски поговорить я говорю говорите и вот он рассказывает я говорит немцев думаю какие дураки я приехал у меня двухкомнатная великолепная квартира хотите я пойдемте я вам покажу то что в основном первые евреи их было очень много тысяч сто пятьдесят может быть больше уехали в Германию видите почему я заговорил о евреях которые уехали в том числе и художники которые тоже уехали но в ожидании конечно лучшего отношения лучших отношений к себе первое я уже говорил о Рабине почему у Рабина были невероятные проблемы с самого начала он был никому не нужен ну интересовались конечно там такие галереи галереи-то особенных не было они потом появятся русские галереи на Западе которые будут высовлять русских художников но таких будет мало очень мало будет поэтому когда они приехали они думали что их примут в объятия на самом деле этих объятий не произошло очень жестко очень жестко живут художники в Париже очень жестко огромное количество художников и устроить свою судьбу удается далеко не всем если наиболее удачно так сказать я считаю что Шемякин более-менее устроился ну такой человек был хотя тоже не сразу все постепенно постепенно он освоил освоился с Западом у него были особые отношения с Диной Верни которая у которой была галерея небольшая галерея правда но Дина Верни конечно потом она купила великолепный особняк 18 века каменный и подарила его городу Парижа но ведь я все вкратце рассказываю вам потому что любая тема потребует очень многих разговоров если я приехал на Запад ну Париж или скажем Германию на меня не смотрели на меня как на врага народа а просто игнорировали как художника игнорировали как художника ни плохого ни хорошего нет просто не хватало времени не хватало места для своих галерей так что во первых с одной стороны не хватало а другой стороны своя история свои интересы свое впечатление от искусства то есть это отдельный разговор я встречал очень богатых людей скажем в Германии очень богатые люди и которые собирали картины ну даже миллиардеры миллионеры ну покупали мои работы но не больше того так что у него жена художница и тоже было довольно трудно так что проблемы с искусством там действительно трудно вообще на западе во Франции в Германии да и в Америке тоже самое довольно сложно надо знать во-первых язык во-вторых надо иметь какое-то основание быть там все это не очень подходило русским которые там оказались приехали туда авиан и я раньше гораздо начинали вот эту проблему о которой вы говорите здесь в Москве еще не было Булатова он потом появится не было появляется только кабаков и другие очень мало мы уже активно начинали действовать здесь в Москве поэтому классиками стали называть но ваши работы в какой-то момент стали попадать в Третьяковскую галерею в какие-то большие собрания это же наверное это уже другая тема тема какая потому что держать так страну в такой узде не давать не выставляться ничего это уже кончилось и собственно говоря бульдозерная выставка как раз и повлияла в этом направлении почему потому что андропов андропов вызвал гришина он тогда был первый секретарь был первым секретарем коммунистической партии москвы надо что-то делать для художников и появляется первая бумажка гришина гришина она говорит о том что создать при горкоме секцию живописи ну а художники поднимали всякую бузу у всех дети у кого-то дети есть у кого-то нет конечно то есть начали волноваться а как быть с пенсией пенсии не давали и вот мы стали ходить по разным инстанциям доходим до Матвеева это был такой первый секретарь мк партии московский он при мне он при нас когда вы пришли нас выбирало собрание три человека ходили по этим инстанциям и он сказал звонит сразу в мозг и говорит художники они или не художники я больше ничего не хочу этого знать но те говорят да художники но что они мол да что-то в них не хватает для искусства ну и он так грубо повесил трубку и сказал что значит тогда появляется салахов принимают одного двух в мозг но остальных не принимают конечно в самом мозге пошло такое увлечение суровый стиль мозга в самом мозге уже начинается деление на искусство другое искусство хотя кто-то работает еще по-старому но уже деление происходит так что одни создают суровый стиль мозга я сейчас не буду называть фамилии но создается другой мозг в общем это другой мозг даже хотя не все в мозге их принимают их выставляют у них другие условия были сцена мозга я например поступаю в мозг это был 58 год меня не приняли ну пришла какая-то бумага и мне уже те кто мне рекомендовал там Цаплаков Руднев и другие говорят что ты натроварил я да ничего и не творил пришла какая-то бумага и тогда там был такой Гусаревич я не знаю жив он сейчас или нет пришла такая бумага что отдельный конверт рекомендует не принимать не принимать мозг а у меня так сказать были работы которые не последние которые я делаю и с картами и без карт и абстрактные но все равно они они уже ничего не могли сделать а был момент в вашей жизни когда вы почувствовали себя вот на гребне триумфа нет такого момента не было никогда не было даже выставку я делал последний раз вы знаете сколько уже пройдет времени а я ее только делал в прошлом в этом прошлом году даже даже не в прошлом а да в прошлом году я делал большую выставку в доме в этом у церетели он все эти дома значит Ермолаевский отдал искусству дом на Гоголевском бульваре тоже искусству в своем бывшую мастерскую на Тверской тоже искусству так что у него есть мастерская конечно это когда он взял дом бывшее посольство ФРГ сейчас они в другом месте а церетели остался в этом доме а когда произошла ваша первая работа которая была куплена Третьяковкой все таки это очень большая такая как бы веха когда художник понимает что его работа будет висеть рядом с величайшими классиками нет они рядом не висят нет они не висят ни с Первовековским ни с Линтулов то есть они не висят рядом вот так Третьяковка и надо было уже менять как говорят коньки на санке уже нельзя было существовать в Третьяковке и Третьяковка это еще был директором был предыдущий был директор сейчас я забыл как его звали ты господи но предыдущий директор был Третьяковки забыл тоже фамилию да вот он Родионов Родионов правильно Родионов и вот Родионов тогда решил что надо делать в Третьяковке выставлять кого-то выставлять и вот меня выставили и других художников тоже там висит и Рамин и я Плавинский Елькелевский и очень много художников и Шемякин и другие художники висят я им дал было два совета которые они два совета которые как бы выбирали я им дал свою коллекцию мне чего у них даже вообще работ не было я дал из своего собрания у меня есть дома маленькое собрание ну даже не маленькое было порядочное и вот они то что когда надо было менять отношения к Третьяковской галерее вот тогда меня поразил даже Лужков он когда выступал то что нужно менять отношения к Третьяковке менять отношения к искусству вы знаете он меня поразил тот простой человек он каждое слово как бы клал как шар в лузу точно абсолютно меня это просто поразило это короткое было выступление и он и другие решили что Третьяковке надо менять отношения и вот тогда появляется наша работа там в Третьяковке они приобрели или вы подарили нет я приобрел подарил все подарил свои работы подарил вернее я вернее коллекция была куплена моя коллекция ну ее купили таким образом я вот получил вот эту квартиру которые были и сказали там начальство сказало дайте Немухину хорошую квартиру вот меня поселили вот сюда в этот дом то есть вы подарили картины вам предложили квартиру да за это да нет они оценили картины в 130 тысяч они оценили но я этих денег не видел мы добавили еще нам стоила эта квартира тогда стоила она что такое 150 160 тысяч а скажите пожалуйста а где вообще ваши картины находятся в каких собраниях вы знаете они находятся везде они в Лондоне они в Америке сейчас вот особенно на аукционах они появляются вообще на всех аукционах на Сотобис на Кристи на Дугласе на всех аукционах почти всегда есть моя работа значит кто-то продает кто-то покупает ну цены такие самые разные и довольно высокие и не очень высокие так что жизнь продолжается а если не секрет я просто никогда не знала как это работает вот скажем картина скажем Булатова продается там за миллион там пунктов предположим а сам Булатов получает этот миллион вывод продается ваша картина на Сотбис вы получаете менять дело в том что у Булатова по-моему купила Третьяков в своей галерее сколько дали по-моему не такую сумму тысяч может быть 150 большая работа у Кабакова покупают картины наши разбогатевшие люди там покупают у Кабакова картины а у вас могут нет у меня таких нет покупателей как у него понимаете все таки еврейская тема она она имеет по национальности еврейская тема имеет определенный свой свой приоритет и сейчас но у вас нет этой темы у вас нет этой темы насколько я понимаю у меня не темы нет а потому что я русский это не какая-то национальная гордость но тем не менее она постепенно складывается складывается постепенно потому что богатые евреи очень много а скажите пожалуйста а как вы относитесь сейчас к нашему времени оно стало легче оно стало труднее оно открыло возможности или оно закрыло возможности вот как вы оцениваете его нет все таки искусство решает многие проблемы самостоятельно это касается только искусства во многих смыслах наш мозг я вступил в мозг но я вступил уже когда мне было я не знаю 80 с лишним лет так что мне сказали надо вступить Володя во мозг потому что связано это с моей мастерской которая не эта мастерская еще старая мастерская которая там на 4-й тверской имской простите а мозг это имеется союз художников да? а? мозг это союз художников не понял мозг это союз художников? конечно да 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 конечно мозг это союз художников да вот я вступил сейчас уже такой роли не играет мозг это совсем не то совсем не то сейчас вступить в мозг ну никаких проблем нет нет а меня просто интересно вот вы художник нынешних художников им в нашем времени проще живется или сложнее вот то время в котором мы сейчас живем здесь в России какие возможности она открывает или каких возможностей наоборот нету но ведь наверняка новые какие-то проблемы существуют для художников пиши что хочешь делай что хочешь сейчас же нет ограничений вы понимаете делай что хочешь это это не проблема проблема когда надо делать то что не хочешь а то что действительно представляет искусство а делай что хочешь это не проблема в этом нет про самой проблемы делай что хочешь сейчас очень много художников которые кстати говоря делают что хотят но не получается потому что они делают то что хоть хочется искусство требует все-таки отношения к искусству серьезного это очень такие многочисленные градации вот мы там ваши передачи я смотрел с комаром меня удивило что он так всегда лохматый такой был вдруг подприженный потому что и у него проблемы и у него проблемы живет в Америке там свои проблемы я думаю если бы он с ним сегодня вести такой разговор откровенный он довольно откровенно и говорит потому что там проблема времени и там все есть и евреи есть все есть но чего-то не хватает у Булатова тоже чего-то не хватает хотя он достиг некоторых вершин и здесь его была выставка в Манеже ну Кабаков поступал да было три передачи было о нем неизвестно как еще поведет себя Кабаков я думаю что вряд ли он будет выставляться в Манеже Манеже слишком себя плохо зарекомендовал особенно когда он делал выставку было 30 лет 30 лет мозгу это он себя плохо зарекомендовал вот вы знаете меня очень удивляет такой момент что когда парадоксальная ситуация что когда общество было очень в прессе со стороны властей тем не менее рождались прекрасные художники прекрасные режиссеры прекрасные композиторы а когда этот пресс ушел как-то вот все помельчало почему-то это не парадоксально ли потому что у меня очень одна фраза запомнилась которую по-моему сказал Ануй что когда Жан Ануй он сказал когда искусство лишается границ оно становится прибежищем химер прибежищем чего химер 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 не понял химеры химеры когда искусство лишается границ оно становится прибежищем химер вот в этом смысле вот эти вот границы которые создавали пресс не являлись ли они каким-то стимулом к творчеству хотя бы против чего-то быть вы знаете вопрос этот очень интересен почему недавно показывали передачу об Андровской ну уже она умерла и она говорила есть искусство или нет искусства она говорила про актеров а ее спрашивают а где вы то собственно говоря искусственно учились она говорит Третьяковской галереи вы понимаете когда мы говорим о Третьяковской галереи мы видим уже историю советского искусства оно не только советское оно русское оно русского искусства да и вот она говорит я искусству научилась в Третьяковской галереи и она права потому что сама Третьяковская галерея полна искусства сейчас если перечислять некоторые фамилии то мы быстро поймем о чем идет речь я не могу сказать что сейчас таких художников нет так сказать мы говорим о будущем о будущем может быть может быть оно заключено в этом Третьяковской галереи это в старой галереи не новой это я согласен по-моему с Андрохской а каким образом оно может быть заключено вы понимаете в чем дело что новое искусство тоже терпевает очень многие изменения кто-то помельчал кто-то не может справиться или не хочет справляться и не знает как ему идти куда идти тоже не знает есть какая-то галерейка он как-то живет на западе это отдельный разговор значит кто уехал и как-то устроился на западе я беру например такого яркого человека как рабина он уехал поехал в гости там остался тогда там послом был Авдеев рабин там остался и когда Авдеев его пригласил на очередную рабин пошел думает ну опять меня наверное будут отсюда просить ну он решил все равно оставаться остался но так он как-то говорит я расстроился даже ему зачитали постановление Верховного Совета что его лишили гражданства конечно это было трудно переносимое явление даже для рабина того времени этого времени человека лишают гражданства так его лишили гражданства а потом восстановили гражданство сейчас он восстановлен гражданство так что есть какие-то произошли какие-то изменения серьезные как они касаются искусства наверное да очень многие сейчас вещи которые выставлены в Тротяковской галерее выставлены и мы выставлены и другие которых никогда не выставляли так что в искусстве происходят некоторые перемены мы относимся к реализму странным образом я был реалистом ну вот реализм может быть разный он скажем когда я уже знаком был с Петром Ефимовичем Соколовым то есть там тоже был реализм но какой он уже был насыщен идеями другими это был реализм но какой другой он однажды меня я пришел такой какой-то взволнованность дома он мне говорит то о чем я тебя сейчас попрошу ты мне не откажешь я Петя конечно я тебе никогда ни в чем не могу отказать смотрю вот так сложено рулонами работы вот так намотаны много стоят так три рулона и стоят вот такие папки две картонки этюды я тебя хочу попросить отнеси в котельную и сожги я говорю Петя я этого не могу сделать сжечь твои работы вот и реализм даже Соколовский он так сказать считает что эти работы не нужны а что это были за работы это были работы реалистические но с некоторым уклоном 20-30-х годов а почему они ему не нравились почему они ему не нравились ну это ему не нравились надо было уничтожить их но я сказал нет я не смогу этого сделать и тогда он пригласил далому на пол-литра дворнику дворник пошел и сжег а вот у вас есть какие-то предпочтения что вам нравятся какие-то работы реалистических реалистической манере выполненных или вы вообще не любите реалистическое искусство вы знаете что сейчас лично у меня сложились такие впечатления что я я не могу сказать что вот какие-то я работа уничтожил сжег нет такого нет это не значит что они все хорошие просто жизнь они жизнь обязаны им этим работам я не могу сжечь свою собственную жизнь я решил пока это все оставить у вас у вас есть такие работы живописцев прошлого предположим которым вы питаете особый какой-то пиетет дед у меня таких нет художников но скажем это не значит что я пойду так сказать ради Булатова я готов пожертвовать собой не из гордости не из-за какого-то так сказать превосходства а просто не считая этого возможного и нужного ведь это вопрос Булатова можно отдельно говорить о Булатове о Кабакове Булатове забыли не про Булатов нет я говорю почему потому что Булатов это художник который поставил своей целью многое это и деньги конечно деньги это и он каждый год бывает в Москве и по-моему не один раз так что это вопрос сложный с Булатом это уже вопрос такой понимаете глубоко личный у меня вопрос не про Булатова вообще я спрашиваю у вас есть ли художники которые вам очень нравятся я не могу сказать конкретно кто вот человек который художник который мне больше всех нравится я бы этого не сказал многие нравятся в целом нравится искусство в искусстве таится такая таится такая возможность выразить свое отношение человеческое отношение к жизни наверное так да еще скажите пожалуйста а как вы относитесь вот к таким неожиданным проявлениям в искусстве нынешнем вообще можно ли это считать искусством когда допустим какой-то художник там ходит везде писает там как что сейчас такие художники есть которые проявляют свое творчество например там Олег Кулип который ходит голый как писает и утверждает что он художник вот можно к этому относиться как к художнику как с вашей точки зрения видите постоянно как нельзя и голым как кулик ходить нельзя значит какое-то время он делает себе рекламу я так думаю является ли для него потребностью ходить я не не очень уверен в этом потому что нет повторений кулику ходить голому голому выступать вообще показывать себя в искусстве голому поэтому он один раз не один раз ходил так показывал себя а сейчас он прекратил сделал довольно любопытные работы и как бы как говорят встал на ноги четверенек а? четверенек четверенек да скажите ну вообще вот сейчас художники используют какие-то очень странные приемы для того чтобы сказать что они художники вот любой ли человек может назвать себя художником с вашей точки зрения? далеко далеко не каждый нет когда мы говорим о каком-то конкретном да есть которые ушли которые как-то живут как художники но они собственно не играют такой роли они не могут даже играть такой роли потому что они в искусстве ну я думаю что они так сказать недостаточно понимают искусство ну так можно сказать вас называют лидером андерграунда а что такое андерграунд? я не знаю этого слова андерграунд я сейчас не могу сказать какое оно что оно обозначает андерграунд действительно не знаю я не знаю что такое андерграунд какое-то важное слово но какое я не знаю я не рисуюсь я просто его действительно не знаю подполье а? подполье это подпольное искусство да да может быть но как-то андерграунду не подходят подпольные сейчас мы не подпольные художники были да но это отдельная тема можно ее развивать говорить о ней и долго это специальная тема каким образом мы вышли и сейчас третяковка уже полная нашими работами другими работами так что но третяковку любят за то что она третяковка я бы не сказал что многие ходят и смотрят это андеграунд они все-таки третяковка важную роль играет для для людей как старая третяковка хорошо или плохо это дело времени пройдет какое-то время и все все войдет что надо то и войдет что живет то и войдет в третяковку а что не живет то не войдет а вот как вы думаете вот у меня ассоциация с музыкой ассоциация с музыкой когда верди писал свои оперы кто верди писал свои оперы моцарт писал свои оперы были премьеры и вся публика была в восторге прошло 200-300 лет и публика точно также в восторге когда писал свои оперы шонберг например да или берг да они говорили вы нас не понимаете потому что мы слишком современные вы только потом нас поймете прошло сто лет но почему-то все равно оперные театры ставят вэнди и моцарта и почти никогда шонберга вот почему сашей точки зрения происходит нет ли параллелей в изобразительном искусстве я так думаю что человечеству важно конечно важен верди еще патриарх наш меня как-то удивил сказал что я люблю верди странно но он сказал так я люблю верди это надо проверить но так по крайней мере я понял так что и патриарху нравится верди так что здесь есть такая вселенская сила который так сказать преодолевает верди а если ту же модель поставить к изобразительному искусству вот есть рембрандт есть кандинский видите рембрандт существует несколько веков а не мухин даже века нет поэтому здесь говорить что я достоин вер достоин вер достоин на рембрандта этого нельзя говорить потому что здесь своя стихия своя стихия даже в искусстве поэтому то что сделал рембрандт сегодня нельзя достичь любому художнику современности также не будет рембрандт заниматься теми проблемами которыми я занимаюсь это не то время да мы не то чтобы мы выросли и становимся такими же как рембрандт нет мы не становимся такими как рембрандт но и не стремимся быть рембрандтами мы стремимся жить в своем времени если мы так серьезно подумаем о нашем времени оно в общем совершенно не рембрандтовское оно требует каких-то новаций это касается почти каждого человека мы как бы все одинаковые на ногах на руках но и в то же время мы разные а почему мы разные потому что каждый складывается своя жизнь наверное так я бы объяснил у всех своя своя свое понимание жизни своя трагедия может быть не трагедия может быть еще как что-то еще так что так что нельзя требовать от нас рембрандта как не надо требовать от рембрандта что-нибудь кандинского хотя кандинский дороже стоит рембрандта или по крайней мере не меньше скажите пожалуйста а знаете когда мы смотрим на работу любого художника мы пытаемся для себя что-то найти каждый находит свое один увидел одно другой увидел другое то есть у нас начинается контакт с картиной но ведь каждый художник хочет сказать что-то свое либо я догадалась о чем вы хотели сказать либо я не догадалась а вот есть у вас своя тема в искусстве или это трудно сформулировать конечно есть моя тема ясно для меня какая-то тема есть тема есть и я ограничен своей темой я не могу так пробовать все что можно попробовать нет я стремлюсь все таки но есть какие-то вещи которых я только мечтаю если я вам скажу там скажем молодой овес когда он только еще такой вот такого размера я каждый раз прихожу в деревню смотреть на этот овес и вот это состояние на фоне вечернего заката вот это состояние вот это состояние оно уникальное передать его довольно трудно но оно существует реально существует я когда людей приводил я хочу показать им вот этот молодой овес на фоне вот этого вечернего заката меня говорили да Володя это невероятно то что ты вот открыл для себя передать передать я это не смогу есть вещи которые я не в силах передать как много поэтому сознательно это или не сознательно скорее всего не сознательно мы ограничиваем себя своими собственными желаниями так и в жизни происходит в любви в отношениях женщине к мужчине и наоборот так что мы одним нам нравятся другие нет а почему вы не можете ответить или затрудняетесь или что-то случится но все равно что бы ни случилось вы ответить не можете почему вам нравится тот этот а не другой так же и в ваших работах я думаю что это касается и работ что здесь ну в работах там вопрос скажем с искусством связан в жизни это немножко по другому происходит но все равно это близко вот думаю так конечно я работаю я даже вот на это время домой переехал работать я вас не позвал там такой бардак у меня просто невероятно шуром-буру над чем вы сейчас работаете вы знаете я часто работаю довольно медленно потому что у меня я проходить не могу у меня было воспаление спина мозговая была грыжа и вот она постепенно постепенно я пешком ходил сюда в мастерскую сейчас я не могу дойти у меня боли я когда сижу и лежу не болит как только я встал у меня начинаются боли вот в области поясницы у всех что-нибудь начнется когда-нибудь мама поясни поясница м награда Продолжение следует...